Красивый парень с глазами цвета неба, глубокий и талантливый актёр Андрей Новиков, сумевший всего несколькими ролями покорить сердце сотен тысяч зрителей и жюри известных кинофестивалей, ушёл из жизни на самом её взлёте, не дожив до своего 33-го дня рождения. Поклонники его таланта были шокированы, смерть Андрея Новикова безвозвратно отняла у них надежда увидеть любимого актёра в новых ролях. Родился будущий актёр в семье потомственного военного. Его прадед и дед были генералами танковых войск. Отец тоже был танкистом, командиром батальона. Во время службы родителей в ограниченном контингенте в Германии 16 декабря 1979 года родился сын Андрей, которому пророчили продолжить династию его предков. Но судьба распорядилась иначе. После распада СССР в 90-е годы профессия военного утратила свой престиж и популярность, к тому же в армии были большие сокращения. Кроме того, счастливый случай помог обнаружить у Андрея творческие таланты. Когда Андрею было 11 лет, его класс попал на пробы к режиссёру Игорю Апасяну, которые он проводил для фильма-притчи «Вино из одуванчиков». После получения одной из главных ролей Андрей принял окончательное решение о своей будущей профессии. А режиссёр Игорь Апасян открыл для себя и многих кинозрителей нового талантливого актёра, с которым впоследствии не раз сотрудничал на съёмках своих фильмов и сериалов. К этому времени Андрей Новиков успел поучиться в двух вузах – Славянском университете и в ГИКе, но ни один из них не окончил. Во время учёбы в Центральном училище имени Щукина, в 2001 году Андрей получил главную роль в фильме «Займёмся любовью». Это молодёжная драма о современных московских студентах, где Новиков сыграл роль Серсеида Тачилина, влюблённого молодого человека, готового ради своей любимой идти на самые непредсказуемые и радикальные шаги. Роль была положительно отмечена не только публикой, но и на кинофестивалях «Кинотавр» и «Бригантина». Новиков получил призы за лучшую мужскую роль второго плана и ещё приз зрительских симпатий. Об актёре активно заговорили в прессе и на зрительских форумах. Однако, несмотря на это, из-за занятости в киносъёмках Андрей не успел вовремя сдать экзамены и был отчислен из театрального училища. Далее последовала ещё одна значимая работа в карьере актёра. В 2003 году в мини-сериале режиссёра Игоря Апасяна «Дни ангела» Андрей сыграл роль ангела. Перед съёмками фильма Новиков специально ездил в Сергиево-Посадскую семинарию, чтобы проникнуться атмосферой духовной жизни и вдохновиться для будущей роли. После этого фильма к актёру пришла большая популярность, фанаты продолжали называть его ангелом. У Андрея Новикова было много творческих планов, но им не суждено было исполниться. В самом расцвете творческих сил жизнь артиста внезапно оборвалась. К сожалению, многие коварные болезни к людям подкрадываются незаметно, нанося молниеносный удар. По официальной версии, причиной смерти Андрея Новикова стало кровоизлияние в мозг. Апоплексический удар, или другими словами, геморрагический инсульт представляет собой острый патологический процесс, который обусловлен кровоизлиянием в мозг. Широкой публике неизвестно, при каких обстоятельствах это случилось, видимо, родные артисты не захотели делиться этой информацией. 5 апреля 2012 года Андрей Новиков умер на 33-м году жизни. Похоронили артиста в Москве. На его могиле постоянно живые цветы, многие поклонники, приезжие из разных городов России, посещают его последнее место упокоения.